Добрый день всем, кто это смотрит, слушает, на каком бы канале это ни было. В эфире Сергей Махров, и у меня в гостях очень необычный человек. Сейчас мы, собственно, расскажем, как мы познакомились. А познакомились мы в общественной палате. Это было уже ближе к полуночи, 13 марта, если мне память не изменяет. И это был последний доклад 13 числа. И заголовок у него был, честно, дословно не воспроизведу, но, в общем, что-то вокруг синдрома отчуждения родителя. К сожалению, в тот день все уже очень устали, и регламент сбился, потому что все было очень нервно. Вот этот последний доклад, который мне был интересен, потому что я эту тему раскрывал на канале неоднократно, и, надеюсь, буду раскрывать дальше. Доклад получился очень ускоренный, все время подгоняли. И люди торопились разойтись, там уже кого-то не было. В общем, так как-то получилось все немножко скомканно. А тема мне показалась важной, и, конечно, по-хорошему достойно была прозвучать, ну, скажем так, с более свободным регламентом и в более популярное, что ли, время. Ну, так уж получилось. Надеюсь, что это было не последний раз, и мы про это еще услышим. Я был удивлен, что словосочетание «синдром отчуждения родителя» прозвучало вообще. То есть я не ожидал, что в общественной палате это будет звучать. Мы познакомились, у меня в гостях сегодня Станислав Клюев, и из нашего краткого разговора там получилось, что существуют целые коллективы, если я правильно понял, сейчас я уточню этот вопрос, наверное, один из первых, которые работают, знают об этом термине, работают с ним, и даже, видимо, планируют, придумывают какие-то техники работы, может быть, имеют какое-то отношение к законодательствам, и, может быть, даже к тому, как работают, частично, может, уже начали работать с этим органы опеки и попечительства, может быть, суды или что-то еще. Так что вот на эту тему хотелось бы сегодня поговорить. Станислав, спасибо, что пришли. Очень рад поддержать вашу тему, а вы чуть-чуть поддерживайте мою. Я знаю о вашем особом сообществе, обязательно ссылка на него будет в описании. Смотрите сообщество ВКонтакте, которое полностью посвящено вот этой теме отчуждения родителя. Поэтому если у вас эта тема больная, то вам точно стоит туда зайти и, наверное, даже вступить. Там публикуются материалы, Станислав туда мои, собственно, ролики тоже по теме размещает. Станислав, расскажете, вокруг чего и как это получилось, как вообще попали в общественную палату. И, опять же, я говорю, я удивлен, что, оказывается, эта тема все-таки звучит иногда на официальном уровне. Где вы работаете и как вы с этим связаны? Ну, где я работаю, тут. Вообще, по основному своему образованию уже 25 лет я юрист. У меня почти 15 лет следственной прокурорской практики и почти 9 лет адвокатской практики. По второму своему образованию я магистр психологии. И вот сейчас уже несколько лет довольно интенсивно занимаюсь вопросами психологии. И в том числе почти два года погружен в проблематику отчуждения родителей. Данная работа конкретно проводится у нас в первую очередь в рамках деятельности Санкт-Петербургского института психологического консультирования под руководством Архиповой Марины Вениаминовны, с которой мы уже тоже не один год знакомы. И также на базе этого института у нас уже второй год, как действует Национальная ассоциация исследователей синдрома отчуждения родителей. Это добровольное объединение граждан и организаций, которые в той или иной степени заинтересованы в изучении данного феномена, в популяризации знаний о нем, в научных исследованиях, в новых каких-то открытиях. Ну и, соответственно, практической помощи, конечно, от всей этой деятельности, то есть конкретной психологической помощи родителям, столкнувшимся с такой проблематикой, детям, ну и всем остальным, потому что там ведь страдают от этого не только отчуждаемые родители, не только дети, которые отчуждаются, но и ряд других родственников. В первую очередь, конечно, в первом эшелоне идут бабушки, дедушки, но там и дяди, и тети есть, также не менее страдающие двоюродные сестры и братья. То есть так называемая большая семья человека, ребенка в первую очередь. Как мы оказались, в конце концов, в общественной палате, тут тоже путь не быстрый и не простой. Дело в том, что еще по первой своей специальности, по юридической, я с 95-го года изучал проблематику, скажем так, равенства полов. Ну, а на самом деле у нас исследование с моим приятелем в то время студенчестве, ныне это судья Верховного суда Республики Татарстан. Значит, мы занимались проблемой зависимости правового статуса человека в Российской Федерации от пола. И в течение нескольких лет участвовали в многочисленных научных конференциях, российских, региональных, межрегиональных, международных, на которых вот эту проблематику обсуждали, анализировали молодое тогда еще законодательство Российской Федерации, только-только формируемое в начале 90-х. И ставили вот тогда, как бы так, обозначали такую проблему, что хорошо бы нам от тех перекосов, которые сложились к последним годам существования Советского Союза в законодательстве, отойти, и вот формируя новое законодательство Российской Федерации, все-таки ошибок старых не повторять и все-таки как-то выровнять, постараться выровнять правовой статус мужчины и женщины, отцов и матерей в Российской Федерации, что, безусловно, положительно бы сказалось как на гармоничном развитии молодого поколения, так и в целом на развитии страны. То есть на самом деле проблематика отцовская, где-то мужская тема, она идет оттуда у нас. Соответственно, у нас было немало наработок, конкретных предложений, в том числе для законодателя. Вот, ну, на какое-то время потом от научной вот этой деятельности я отошел, а вот уже вернулся, получается, в последние годы уже больше со стороны психологии, потому что вновь вынужден был погрузиться в эту тему, в том числе в связи с определенными событиями, связанными с моими собственными детьми. Ну и вот из сочетания вот этих двух факторов, соответственно, зона моих интересов, она в конце концов привела нас к тому, что мы оказались на связи с целым рядом общественных организаций, скажем так, сторонниками традиционных семейных ценностей, определенными мужскими движениями, общественными объединениями. И вот среди тех, кто готовил эту конференцию, которая проходила в Общественной палате Российской Федерации в начале этого года, которая называлась «Мужской взгляд на народосбережение», оказались, в том числе, оказался и я, и, соответственно, выступал с докладами по этим вопросам. Я не услышал, я, может быть, не понял, а как давно вообще, даже не знаю, где раньше стало известно? То есть для меня удивительно, что, оказывается, пас не тайна. Во-первых, не тайна для психологов. Именно пас в гарднеровской формулировке, то есть не просто там настроен или отчужден, а именно как синдром, психологическое явление, которое имеет определенный корпус текстов уже. То есть об этом, видимо, знают какая-то часть психологов, российских, я имею в виду, психологов, и, во-вторых, об этом знает какая-то часть даже судей, и даже в верховных судах республик. А как давно они об этом знают, мне интересно? Ну, вот на самом деле знания эти, скажем так, довольно свежие. То есть проблематика отчуждения родителей, она если и присутствует в отечественной науке психологии, то она такая в официальной науке, которая, скажем так, классическая сейчас более распространена. Да, не используется терминология гарнеровская, ну и чилдеровская тоже практически не используется. Пытается говорить только о своем. Ну, я думаю, кто в эту тематику погружался, он, в принципе, знает, наверное, фамилии и Русаковской, и Харитоновой, и Сафуанова. Наверное, сталкивался где-то и с работами Сухотина, Сорина. И, конечно, по этой тематике. Но все-таки наши отечественные психологи, они работают несколько вот в своем ключе, стараются идти вроде бы как будто бы своим путем, хотя есть ряд психологов, научных деятелей, которые считают, что смысла нет пытаться открывать сейчас Америку, делать вид, что мы вроде как плывем к ней, и сейчас вот откроем новую страну, потому что, ну, на самом деле, на Западе это направление уже существует десятилетия, и, естественно, там выработана не только терминология, но и проведены тысячи исследований, серьезных исследований, они опубликованы в огромном количестве научных журналов, и, в принципе, если эта тема так или иначе интересна, то люди имеют возможность войти с помощью интернета, скачать эти статьи, перевести их, ну и, как говорится, погрузиться вот в самую сердцевину и сразу вот на последних достижениях науки уже оказаться, по крайней мере, в курсе быть. Есть такие ученые, вот, как я сказал, в частности, вот, Архипова Марина Вениаминовна, она, по сути, возглавила сегодня научное исследование в Институте, в Санкт-Петербургском институте психологического консультирования, и исследования эти именно проводятся как исследование синдрома учреждения родителя, то есть, взвесив все за и против, все-таки мы решили, что будем работать именно с этой терминологией, и, конечно, используя определенные наработки и отечественных психологов, ну, двигаться, вот, я еще раз говорю, не делая вид, что мы сейчас откроем Америку. В данном случае она уже нашими коллегами за побежом открыта. Ну, то есть, речь идет уже о нескольких годах, я так понимаю, да, что люди эти... Ну, вот, полноценная работа, скажем так, она ведется второй год, на самом деле. Еще даже нет полностью второго года, еще только завершается он. Но работа ведется интенсивно. Дело в том, что мы, во-первых, вовлекли не только психологов и научных деятелей, которых заинтересовала эта тематика, практических психологов, но мы очень быстро привлекли к работе вот в рамках именно ассоциации, для этого, в принципе, она и создавалась, привлекли самих родителей, столкнувшихся с этой проблематикой. Ну и, соответственно, та часть из них, которая является активной довольно и так или иначе обладает какими-то навыками в разных отраслях, может быть, даже не связанных напрямую с психологией и с юриспруденцией, поскольку это вторая отрасль, где эта проблематика себя проявляет. Но, тем не менее, желая помочь где-то своим детям, либо вот, в принципе, другим родителям, проявляя такие альтруистические, из-за альтруистических побуждений, в принципе, подключилась к этой работе, к переводам, к определенным печатным работам, к популяризации знаний в интернете, к флешмобам, к поискам, скажем так, кейсов, по которым можно было бы проводить исследования. И вот такая совместная деятельность, она, конечно, приносит свои плоды. То есть то, что можно было бы, допустим, годами, десятилетиями, потихонечку, по шажочку делать в рамках института того или иного, при той форме, которую мы избрали именно в рамках ассоциации, конечно, эта работа продвигается гораздо быстрее. В общем, практически краудсорсинг такой идет, да? Ну, в принципе, да. Но, как говорится, всем миром, столкнувшись с этой болью у себя либо у своих знакомых, друзей, родственников, у своих детей, соответственно, родители подключаются и работаем вместе. Но у нас, если не только родители, есть в принципе, есть и отчужденные дети, которые, скажем так, уже доросли до взрослого возраста и которые относятся к той категории, которая осознала, что они оказались жертвами именно отчуждения родителя, вникнув, почитав вот эту литературу, разобрались в первую очередь в себе, в том, что произошло в их жизни с их родителями, какую роль играл тот или иной родитель в результате чего, допустим, другой родитель оказался исключенным их из жизни. И осознав всю вот эту боль и трагедию собственной жизни, тоже подключились к этой работе. И, кстати, они, пожалуй, наиболее активны и энергичны, ну, может быть, еще в силу возраста, может быть, а где-то и боль их, наверное, даже сильнее оказывается, чем боль отчуждаемых родителей, которая подталкивает их вести эту работу и популяризовать знания об отчуждении родителя. Нет, ну, я неоднократно говорил, лишний раз скажу, мое личное знакомство с темой с такой, причем болезни достаточно, поскольку это писал все-таки не психолог, а именно отец. Мой личный как бы старт и долгое время настольная книга. Это Алик Волден. Обещание себе, к сожалению, тоже на русский язык до сих пор не переводилось. А вот среди фамилий, которые прозвучал, целый ряд фамилий русскоязычных, существуют какие-нибудь книги, написанные не для специалистов по психологии, а именно для родителей, которые уже сейчас доступны, их можно было бы вот прям дать списком там или сослаться на фамилии, на название книг? Значит, ну, на самом деле, книг, которые можно было бы рекомендовать именно вот исследователям синдрома или, по крайней мере, родителям, которые столкнулись и что-то бы хотели получить, какую-то первоначальную помощь для себя или для детей. К сожалению, на русском языке именно изданных русскоязычными авторами и экспертами их пока нет. В рамках нашей национальной ассоциации сейчас мы ведем работу над изданием первой книги такой русскоязычной, которая будет наполнена историями, так небольшую открою, наверное, тайну, не тайну, будет наполнена историями абсолютно разных людей в разном статусе, то есть это будут и отчужденные матери, отчужденные отцы, отчужденные бабушки, дедушки, отчужденные дети в разных формах. Это такая будет мозаика историй, которая будет сопровождаться небольшими, такими ненавязчивыми, но все-таки комментариями специалистов с определенными выводами, акцентами на симптоматику и терапевтическими рекомендациями. Такая книга ведется. У нас на сегодня согласовано уже, по сути, ее издание с издательством. Надеюсь, что не затянется на годы это написание. Сейчас именно пишутся эти главы, пишется теоретическая часть. Надеюсь, что все-таки в недалеком будущем книга выйдет и, конечно, многим-многим поможет. Заказ такой существует. Огромное количество родителей подключилось к этой работе. Не факт, что все истории войдут, но посмотрим, как это будет, как издатель примет, и уже там сколько историй войдет и сколько будет проанализировано, там время покажет. Но работа сейчас над первой такой книгой ведется. Что касается, в принципе, работ на русском языке, посвященной по этой тематике, по сути, на сегодня можно сказать, что есть только одна книга, по крайней мере, мне не попадались другие. Это книга Эми Бейкер и Пола Файн «Воспитание детей после развода». Эми Бейкер, она в принципе является одним из мастодонтов, скажем так, исследования синдрома «Отчуждение родителя». В книге приведена и симптоматика синдрома, и основные стратегии отчуждающего родителя, и основные терапевтические рекомендации отчуждаемому целевому родителю. В принципе, книгу, конечно, однозначно нужно рекомендовать всем родителям, столкнувшись с проблемой. Для меня она, скажем так, не совсем удобна, но за неимением лучшего однозначно это первое, что можно порекомендовать. И совсем недавно, вот уже в рамках работы нашей ассоциации по инициативе отчужденных родителей на русский язык была переведена такая довольно интересная книга, называется она «Счастливые дети разведенных родителей», она написана двумя австралийцами, это бывший муж и жена, которые создали каждую вторую семью, но при этом смогли построить такие отношения, что их дети от первого брака, ну скажем так, получили максимально гармоничное воспитание в дальнейшем, именно в результате такой мудрой позиции, занятой обоими родителями. И вот эти свои рекомендации, скажем, из собственного практического опыта, они, скажем так, излили вот в эту книжку, она насыщена такими картинками, почти как комиксы, читается довольно легко, отчужденные родители, скажем так, поучаствовали в том, приняли участие активно в том, чтобы эта книга именно стала, появилась в России, чтобы она была переведена на русский язык, вот недавно была получена согласия уже о распространении коммерческим путем, то есть, в принципе, она на сегодня может издаваться и реализовываться за деньги, что решает последние уже трудности по ее распространению в России. Я думаю, что эту книгу, в принципе, ее тоже можно будет заказать в ближайшее время через сайт нашей ассоциации. Спасибо. Пользуясь случаем, можно я расскажу. Я просто сам копаю периодически на эту тему. К сожалению, Ричард Гарднер нас покинул, и основное издательство, которое я издавал, оно было его личной собственностью. У меня даже сейчас возникли проблемы. Я еще один раз пытался выяснить, кто, собственно, обладает копирайтом. Зато буквально на прошлой неделе я контактировал лично с Ричардом Воршиком. Вы, наверное, знаете эту фамилию тоже. Конечно. Вот, он меня направил на своих агентов, и мне в очередной раз, к сожалению, я это слышал уже, не знаю, раз, наверное, в пятый или шестой по разным поводам, мне сказали в очередной раз одно и то же. Ну, разные авторы совершенно, и представители разных авторов, они говорят, мы, во-первых, готовы работать только с издательством, и, во-вторых, только с крупным проверенным издательством. И на других условиях нет. То есть я предлагал массу вариантов, я предлагал, давайте мы краудфанд сделаем, я говорю, готов собрать деньги, готов, не знаю, там, назначать компанию по сбору средств, мы это сделаем, я даже готов, в принципе, менеджером проекта выступить, я мог бы найти там переводчиков, редакторов, и там издательство подключить. Нет, они так работать не хотят. Поэтому, если вдруг у вас есть такой контакт, либо, ну, во-первых, я могу поделиться контактом конкретно уже человек, который отвечает за их права международные, потому что мне дали уже контакт, либо можно наоборот, я могу попросить, то есть, ну, в общем, как-нибудь заставить их связаться, смогут они договориться или нет. Ну, надо попробовать, хотя, конечно, издательство, которое издает вот эти книгу «Счастливые дети и разъеденных родителей», это крупное издательство? Ну, довольно. Мне, по крайней мере, я неоднократно читал книги, изданные этим издательством. Ну, скажем так, это для широкого круга читателя. Не хочу, чтобы что-то сорвалось у нас, пока не буду дальше анонсировать, но вроде бы все мы уже все точки надыра ставили, обо всем договорились. Все-таки надеюсь, что состоится этот проект. Хорошо. что ж, будем смотреть на это с надеждой. Там западных материалов хватает, нам бы хотя бы перевести просто то, что они уже написали, даже 20 лет назад уже было бы большое подспорье. Конечно. А вот, учитывая, ну, там все-таки был контекст определенный в общественной палате, чтобы не угадывать, прямо спрошу, как вот, на ваш взгляд, соотносится тут проблема ПАС в контексте того самого закона о профилактике семейно-бытового насилия? который у нас собственно обсуждался и в том числе в общественной палате. Ну, соотношение отчуждения родителя и синдрома отчуждения родителя, как и его результаты, и лексики вот это законодательство о семейно-бытовом насилии, которое носит именно сторонний характер, оно идет к нам, пришло к нам в Россию со стороны, они, как показывает практика в других странах, они зачастую соседствуют в том смысле, что они всегда ходят рядом, но по разной стороны. Значит, те, кто продвигает идеи профилактики семейно-бытового насилия в той форме, вот как это происходит сейчас у нас, в виде отдельного закона о профилактике семейно-бытового насилия, исходя из вот идей, заложенных еще в Стамбульской конвенции по правам женщин, они, как правило, в основной массе своей, по крайней мере, в других странах, являются противниками всего, что связано с обсуждением синдрома отчуждения родителей. То есть в некоторых странах, даже вот чуть ли не на уровне судебной практики вводится запрет на упоминание синдрома. Это там, где, скажем так, страны с довольно-таки победившим феминизмом. Не секрет, наверное, что законодательство, проекты вот этого закона о семейно-бытовом насилии продвигают организации феминистической направленности, ЛГБТ-сообщества. Ну и вот жизнь показывает, что эти же организации всегда рьяно стоят против того, чтобы обсуждалась, активно и вводилась в законодательное поле терминология, проблематика, связанная с отчуждением родителей. Почему это происходит? тут, конечно, можно рассуждать, но, может быть, наверное, не успеем погрузиться уже и в эту сторону, поскольку тут больше-то правовых моментов и таких уже даже философских. только если можно заострить вопрос, что некоторую странность вызывает как бы наш, по крайней мере, вслух озвучиваемая политика семейная звучит достаточно, я сейчас в кавычки беру, мне просто не нравится это слово, традиционной семьи. Когда об этом говорят, всегда с трибун, про поддержку семьи, так далее, так далее, всегда звучит традиционно, традиционно, сейчас там внесли поправку, которая, значит, делает, что брак как союз мужчин и женщин, то есть вроде как формально все это направлено куда-то в сторону назад, такой консервативный взгляд. При этом комитет Госдумы, собственно, который называется у нас по делам женщин, семи детей, представители этого комитета двигали инициативу и продолжают ее двигать, та же Оксана Пушкина и коллеги, получается, они выступают вроде бы как с традиционалистской вроде как бы платформы, если в целом правительство брать, но при этом внутри него они выступают явно какой-то такой вот прозападный, профеминистический, либеральный, в общем, как угодно можно называть. Как-то странно, название одно, а действует как-то в другую сторону. Но это, наверное, политика, тут мы, наверное, не сможем ничего конкретного сказать. Ну, Сергей, там не совсем все так однозначно. На самом деле действительно существует два больших течения. Ну, вот, Коль уж упомянул Оксану Пушкину, я бы ее не назвал как раз крылом традиционалистским, я бы ее назвал вот крылом как раз либеральным, и особенно последнее заявление, вот буквально на днях, которые прозвучали в очередной раз о поддержке ЛГБТ. Ну, это явно никак на традиционные какие-то ценности не тянет. Вот, в других странах это на самом деле в повестке дня феминистических митингов, феминистических выступлений, конференций одним из пунктов, может быть, не первым, но где-то там в числе других к сожалению вносится и вот проблематика, как они видят, вот это синдром отчуждения родителей, что, дескать, это вообще все неправильно, вот мысль какая, если в двух словах, что то, что дети иногда говорят, что они не хотят идти к родителю, к другому, не хотят общаться с другим родителем, жизнь показывает это по всему миру, что в основном дети говорят это именно про отцов, потому что не только в России, но и в других странах все-таки в основной своей массе, если суд оставляет ребенка после развода с одним из родителей, если отсутствует совместное воспитание, то в основном это матери, ну и соответственно в дальнейшем отчуждающие родители, это тоже матери, поскольку все-таки отчуждающие родители, это как правило тот родитель, с которым ребенок проживает. Ну и вот получается так, что в ряде случаев, когда отцы начинают говорить о фактически явном просто о каком-то психическом отклонении уже у ребенка, что ребенок вдруг начинает вести себя неадекватно и отвергать ранее любимого отца, то вот как раз зачастую мамы начинают говорить, что вы, что вы, тут вполне естественно, папа действительно плохой, и вот это вот, что вы там, какие-то там отчуждения родителей, да вовсе это кто вы, и к сожалению, ряд правозащитных организаций, ряд адвокатов идет по этому пути, начинают поддерживать, ну а дальше что, а дальше получается последние научные данные, вот эти десятилетия открытий, именно касающиеся последствий отчуждения родителя, все это начинает тоже отвергаться, и экспертные заключения, и экспертные мнения, и начинается таким образом волей-неволей борьба с самой терминологией, с самой идеей необходимости исследования феномена отчуждения, то есть вот даже включение термина отчуждения родителя в МКБ-11, международный классификатор болезни в прошлом году, который произошел в Женеве, ведь породил очередную волну сопротивления со стороны этих феминистических организаций по всему миру, с мощнейшим давлением на Всемирную организацию здравоохранения, с тем, чтобы выдавить обратно этот термин оттуда, который и так с большими боями научным сообществом был туда введен, как один из факторов, обусловливающих развитие психических отклонений у ребенка. И вот просто яростное суровое неприятие со стороны общественных организаций проженских, проматеринских настоящее война объявлена. Я правильно понимаю, что этот МКБ-11, я вроде когда давно про это делал, новость, он вступает в действие на всех территориях ратифицировавших стран, наверное, и у нас это должно состояться с 2022 года. Да, все верно, с 2022 года должно состояться, но не исключено, что мы же видим, что происходит в мире, мы видим, какую силу имеют эти организации, какое мощное давление зачастую оказывается и на правительства национальные, и на международные организации со стороны вот этих течений феминистических, ЛГБТ и прочих антисемейных. Не исключено все-таки, что вот этот оптимизм, который поначалу нахлынул на родителей, столкнувшихся с этой проблемой, и на целый ряд ученых, которые десятилетия уже добивались вот этого шага, не исключено, что будет все-таки откат. Я могу прогнозировать, что до 2022 года термин может не удержаться в МКБ, и в итоге до России может опять дойдет в отредактированном виде, опять без словосочетания отчуждения родителей. По памяти помню, по-моему, КУ-52.0, если память не изменяет код болезни. Все-таки, если оптимистично смотреть на эту тему, то есть может, правильно ли я понимаю, что если с 2022 года это становится заболеванием, официальным заболеванием, значит, можно, ну, там, полномочное лицо, там, либо органы опеки могут обратиться и диагностировать ребенка, по идее, значит, к этому моменту должны быть готовы целая армия врачей, экспертов, которые занимаются, собственно, диагностикой детей, психических отклонений там разных, они должны будут знать и готовы диагностировать, что да, у ребенка вот этот вот, значит, есть синдром, а раз есть синдром, значит, во-первых, это заболевание, значит, оно требует какого-то, там, ну, какой-то терапии того или иного рода, там, как чисто психотерапии, так, каких-то конкретных организационных мер, например, там, не знаю, регулирование, как Гарднер там говорил, там, регулирование, у кого ребенок проживает, в какой мере, там, назначена ли семье, допустим, принудительная терапия, там, государственная или там частная и так далее, то есть, в России конкретно, предположим, что это случилось, это породит вот эту возможность для отчужденного родителя сразу после введения, то есть, грубо говоря, 1 января 2022 года пойти и сказать, что я считаю, что вот у моего ребенка расстройство, нужно его, во-первых, продиагностировать и, во-вторых, принять меры. Ну, Сергей, все-таки не все так оптимистично, даже если быть оптимистами. Тут ситуация такая, во-первых, отчуждение родителя, parental alienation, именно в МКБ появилось не как вид психического отклонения, заболевания, какой-то дисфункции, а именно как условие, как фактор, влияющий на возникновение психических отклонений у ребенка. То есть, не готовый диагноз, это не словосочетание синдрома отчуждения родителя, а именно отчуждение родителя, то есть, вот эта сама, скажем так, атмосфера, вот эти действия взрослых, направленные на то, чтобы у ребенка развились определенные отклонения внутри. Вот в таком виде он вошел в МКБ, именно как отчуждение родителя, как фактор, который влияет на изменения в психике ребенка. Ну и, естественно, как фактор, который может влечь целый ряд психологических последствий для ребенка. Если, допустим, он останется в МКБ, безусловно, это подтолкнет развитие в данном случае экспертной деятельности, безусловно, это должно практически сразу будет в той или иной степени больше или меньше там, но с нарастанием, конечно, отражаться и на правоприменительной практике, находить отражение в судебных актах, в правовых актах органов опеки, в деятельности органов полиции, специализированных подразделений, да, по делам несовершеннолетних, конечно. Вот, но по первой специальности я говорил уже, да, я адвокат, и я, в принципе, вижу, как медленно все, какой костной является на сегодня наша правоохранительная система и судебная система в том числе, я вижу, насколько она зачастую не переваривает даже то, что уже есть, даже то, что на сегодня есть у экспертов, в экспертной практике, даже с учетом нашей классической психологии, даже без терминологии гарнеровской, и то, мы не видим, что это как-то действительно усваивается, то есть психологи пишут, пишут про индуцирование ребенка, пишут про последствия конфликта лояльности у детей, попавших в ситуацию такого там конфликтного развода, и тем не менее видим в заключениях формулировки о том, что один родитель, ну, говорят простым житейским языком, настраивает ребенка против другого родителя, производится психологическое индуцирование его, и тем не менее судебное решение видим абсолютно как будто и не учитывающее это, то есть, ну, настраивает и настраивает, в итоге определить место жительства с ним, ну, и что в этой ситуации, я реалист, даже если термин этот останется, то сам по себе он не совершит, не повлечет революционных изменений в судебной практике, я считаю, что здесь безусловно необходимо скажем так работа еще в другом направлении, ну, чем еще занимается наша ассоциация на сегодня, да, подготовка, разработка определенных законопроектов, скажем так, нахождение инициаторов, тех, кто заинтересован, кто в них в проблему, кто понимает, о чем речь на уровне депутатов законодательных собраний региональных, на уровне депутатов Госдумы, сенаторов, участие в рабочих группах при разработке законопроектов по семейной направленности, по административной ответственности родителей, участие, выход, в конце концов, на администрацию президента и постановка проблемы, вот, скажем так, перед Кремлем, о том, что есть такая проблема на сегодня в стране, как многомиллионная армия отчужденных родителей и других членов большой семьи, многомиллионная армия детей, у которых развиваются вот эти самые психические отклонения в той или иной степени, которые не видят второго родителя. Фактически, ну, вот, я уже поскольку говорил, что проблема лежит на границе психологии и юриспруденции, я вижу, что последствия, они касаются не только отдельно взятых семей, детей, взрослых членов семей, последствия касаются страны в целом. Вот, на мой взгляд, речь идет о национальной безопасности, потому что нация, которая вот меняет свой какой-то мировоззренческий код, она нация, которая теряет понимание, что такое отец, что такое отцовство, для чего это вообще нужно, которая его теряет на уровне, не только на уровне законодательных норм, названий различных комитетов, комиссий, где десятилетия отсутствует упоминание отцов, отцовства и так далее, то есть материнство, семья, материнство, детство, семья, материнство, детство. Это вошло уже в житейское восприятие мира. Это большинство наших сограждан, если спросить, они в принципе вот так и расставят, что я думаю, вот это массовое распространение получилось, что один родитель уже важнее другого. И какой родитель это мама? Это неправильно. Это, это, на мой взгляд, это сродни пилить сук, на котором собирались долго сидеть целой большой компанией, всей страной, скажем так. Если, говорю, теряется понимание, что такое отец, что такое отцовство, зачем нужно отчество, что такое отечество, это связь, это преемственность поколений, это нормальное развитие страны, на мой взгляд, это начало катастрофы. Вот, вот, вот как я вижу эту проблематику. Это не просто проблема межличностных отношений в отдельной взятой семье, распавшейся семье даже, разделенной. Это проблема в масштабах страны. Поэтому, вот, сейчас, насколько мне известно, готовится, кстати, впервые, опять же, в истории российской нашей форум, посвященный правам отцов, который должен проходить в Москве, по-моему, в августе. Очень надеюсь, что никакие коронавирусы и прочие зловредные явления не помешают нам его провести. Значит, определенная уже заинтересованность со стороны администрации президента проявилась в этой связи. Неожиданно даже появился интерес у полномоченной по правам человека в Российской Федерации, Москальковой, которая захотела тоже, скажем так, быть причастна этому явлению и обсуждению этой проблематики. Так вот, если вот эта тенденция сохранится, если действительно получится донести до руководства страны вот эту проблему, уровень ее, масштаба и, самое главное, степень угрозы для будущего страны, тогда, да, тогда можно будет решить. Я вижу, что необходим как минимум в срочном порядке пленум Верховного Суда Российской Федерации по данной тематике именно, который бы ориентировал суды на фактически революционные изменения судебной практики, где содержались бы четкие совершенно формулировки, что нужно изменить, что недопустимо, что какие-то годами имелись перекосы при рассмотрении споров о воспитании детей, об определении места жительства, об определении порядка исполнения родительских обязанностей родителям, проживающим отдельно. Вот только такой комплексный подход при наличии той самой пресловутой политической воли он в состоянии ситуацию изменить. А простое введение термина международного классификатора болезни, учреждения родителей, я думаю, это как дробинка, когда нам нужна гаубица. История этого явления достаточно длительная, есть частное мнение, как так получилось, потому что все время нам говорят, что посмотрите, не женщины же эти законы приняли, не женщины же приняли руководство для Верховного Суда, начиная с СССР, то есть детей распределяют вот так, это сделали не мы, это сделали вы сами, вы в смысле мужчины. Как так получается, что как бы, ну если так посмотреть, то получается на самом деле, что некая мужская верхушка, которая занимает всю основную управленческую часть, она при этом как-то воспринимает при этом мужчин, не знаю, включают они себя при этом в эту общую массу или нет, но как-то они их воспринимают как бы, я это называю такой термин, тоже люди, я в общем стырил у нескольких психологов в Ютубе, то есть какой-то такой недочеловеческий статус, что ли, есть люди, даже деланные не между отцом и матерью, а вот, например, в том числе в контексте этого закона профилактики семейного бытового насилия, есть люди и тоже люди, которые статус типа как классы или сословия, даже не знаю, как это назвать, или касты, и почему-то вот мужчины при всем при этом, при том, что они вроде как руководят этим, при этом они как бы поддерживают каким-то образом систему, которая относится, ну в общем, я бы так это назвал, институционализированное психопатическое отношение к мужчинам, как к людям, которые, да ребенку в общем не особенно это нужно, он без этого замечательно обходится, мужчинам дети не нужны, это стандартный шаблон, который ну вот просто бесчетное число раз, весь интернет этим забит, да и радиостанция им звучит, когда звонки принимают, как это вообще сочетается, как это может быть, как такое вот слепое пятно на таком месте и держится, судя по всему, десятилетиями, если может быть даже не сто лет уже? Ну, на самом деле есть действительно такое явление, но вот по нашим исследованиям, которые я вот говорил еще с 90-х годов мы проводили, во-первых, то, что мы имеем на выходе на сегодняшний день в законодательстве нашей страны конкретно, это все-таки влияние двух разных, скажем так, течений, мы пришли к этому путем слияния двух разных рек, первая река это вот наша отечественная, вызванная революционными изменениями в 1917 году, последующим изменением законодательства, политики государственной, семейной, по которой вот как раз уже тогда произошла вот эта вот смена, скажем так, акцентов, что ли, в семье потихонечку с отца на мать. Причем делалось это именно насильственным, таким революционным способом, сломом старых традиций, все это относилось, скажем, именно к революционным изменениям, что вот старый мир нужно было разрушить, патриархальный, там где отец во главе, и строить что-то новое. Ну, а как говорится, альтернатива-то какая была, что всего два родителя в семье, либо отец, либо мать. Ну, если отца нужно покритиковать и старое вот это разрушить, там где отец был главный, значит, давайте что-то вот мать выводить на передний план. Вот из такой логики рождалось советское законодательство, и некоторые вещи, вот они были обусловлены именно вот таким революционным сознанием. Потом у нас были объективные совершенно такие явления в виде последствий Второй мировой войны, когда в стране просто массово и на долгие годы стало привычным для глаза, по крайней мере, да, в целом для общества ситуации, когда есть неполные семьи, и это семьи, где дети воспитываются материами. Ну, понятно, да, когда миллионы просто мужчин, они оказались смятены войной, вот этой страшной. и в дальнейшем, уже к концу XX века тут подкатила вот вторая река, которая все это время богополучно бушевала, скажем так, по просторам западным. Это война, это идеология западного феминизма. И в последние уже годы эта идеология в целом, скажем так, антисемейная, разрушающая семью, ювенальная юстиция, это поддержка нетрадиционных каких-то, скажем так, убеждений, связанных с палами там и со взглядами на семью. И вот она вот уже вот сейчас докатилась к началу XXI века до нас. И вот сейчас мы имеем, в XX году конкретно, мы имеем вот гремучую смесь того, что возвышало исторические женщину на наших родных просторах и принижало статус мужчин и заставляло общество привыкнуть к тому, что папа уже давно не главный в семье. И более того, и критиковать, и как-то смеяться по этому поводу. И в культуре огромный пласт просто вот этого есть наносного явления с критикой отцов в той или иной степени, с юмором каким-то нездоровым и так далее. И вот совершенно новое явление последних времен, который после того, как железный занавес открылся, после того, как мы оказались открыты для ряда международных институтов, фондов и воздействия со стороны наших партнеров, как мы называем, Запада. И вот мы пришли к тому, что в наши законодательные органы, в нашу Госдуму регулярно попадают те или иные проекты, которые просто являются калькой, просто буквально техническим переводом с законов, которые принимаются в других странах, в странах Европы в первую очередь. Даже в первую очередь Северная Европа, скажем так, и вот откуда вся эта волна идет. Вот в итоге мы подошли к этому нездоровому положению, когда отцы и мужчины в целом на самом деле просто в каком-то загоне таком историческом находятся, со всеми вытекающими последствиями, когда вырастают дети и уже ни мальчикам, ни девочкам непонятно особо, а зачем собственно папа-то нужен. Вот же вот и мама меня вырастила одна, а ее ее мама вырастила одна, а там вот тоже как бы вроде куда там взгляда хватает, вроде там особо нигде ни папы, ни дедушки уже себя не проявляли. Поэтому вот что имеем, то имеем. Я поэтому и говорю, что вопрос этого, то что обсуждаем, это по сути вопрос национальной безопасности. Либо мы вот схватимся за голову, остановимся и вот всерьез все это обсудим, подумаем и взвесимся за и против, и поймем, что у нас сейчас, куда мы катимся, либо мы все-таки продолжим туда катиться. Тут ведь еще за последние десятилетия, психология ведь тоже на месте не стояла, проведено огромное количество исследований, посвященных именно роли отца в семье, роли отца в детско-родительских отношениях, роли отца в развитии ребенка на разных стадиях возрастных ребенка. То есть какое значение имеет отец в младенчестве, какое в отрочестве, какое в юношестве. раньше же ничего этого не было. Это вот просто действительно результаты последних, вот самых последних десятилетий. И мы на сегодня имеем огромное количество фундаментальных уже трудов, которые говорят с научной точки зрения о том, как важен для правильного развития человека, как важен отец с самого его рождения и даже до рождения и в дальнейшем в течение всей жизни. Вот сейчас мы просто можем с научной точки зрения все это обсудить и посмотреть. А вот у нас этого нет, а значит наука тоже уже имеет результат. Она имеет и статистику мы имеем уже не одного поколения, и также научные исследования о том, а что бывает с человеком, если он растет без отца, а какие негативные последствия социальные там развиваются в обществе, а какие отклонения в здоровье, а какие ограничения в личностном развитии, если нет рядом отца. На сегодня есть уже исследования. Кстати, и первая даже книга на русском языке тоже появилась, вот, к сожалению, сейчас не вспомню, но вот психологами тоже у нас вот это русскоязычными уже к чести сказать про роль отца в развитии ребенка. То есть вот мы находимся на таком переломном историческом моменте. с одной стороны накопились проблемы и мы их уже можем проанализировать методологически вот именно с научной точки зрения, с другой стороны мы доросли до того, что в принципе мы можем понаблюдать к чему приводит на Западе, допустим, отсутствие отцов в семьях, отсутствие отцов в государстве, отсутствие вот этого мужского начала, даже защиты мужчин, защиты прав отцов и подумать, а нам это нужно или мы все-таки возьмемся за голову и остановим этот процесс и подумаем о будущем своих поколений. Ведь нет полуролевых моделей в семьях, нет ни мальчики, ни девочки не видят, а как должен вести себя отец, а как должен вести себя муж, а как должен вести себя дедушка. Дедушек вообще катастрофически не хватает, это просто вообще вымирающий какой-то вид. То есть у нас ведь сплошные бабушки. У нас, если посмотреть статистику Госкомстата, то мы увидим, что у нас в последнюю четверть века человеческого у нас фактически живут только бабушки. И это большая проблема. Мы про дедушек можем прочитать только уже в классической литературе. И про роль дедушки, что вообще в принципе чем дедушка должен заниматься. И с отцами та же самая ситуация. Поэтому очень важный исторический момент такой переломный. Вот такой вопрос несколько, некоторый такой парадокс получается. На одной чаше весов стоит, что поразительно, и мужчины, точнее и женщины, и даже многие мужчины, даже про самих себя, я это неоднократно, регулярно встречаю, действительно честно не знают, какую роль вообще, какую роль отец играет в жизни ребенка. Зачем он нужен? Что будет, если его нет? Я даже мужчин знаю, которые реально, во-первых, они не знают, а во-вторых, они как бы считают это само собой разумеющееся. Получается, общество, если мы хотим как-то прервать тенденцию, в том числе вот этот негативный опыт, через который, я так понимаю, и вы прошли, если я правильно услышал, и у меня он был, и у многих других людей, он, собственно, выступает стопором, в частности, в принятии решений о рождении последующих детей. То есть, если человек, допустим, с первым ребенком попал в такую ситуацию, то велик шанс, что со вторым он просто не будет, потому что, во-первых, нет на это ни душевных ресурсов, и, главное, смысла нет, если ты знаешь, что тебя все равно отнимут, зачем это делать, то есть, в этом нет никакого смысла, с одной стороны. С другой стороны, наверное, тем не менее, вот у женщин как бы в обществе, в культуре, по крайней мере, в паневропейской культуре, у них есть такое как бы свойство, ореол, я так называю, психологичности, то есть, типа, кто у нас в традиционной семье есть полуролевые модели, и вот роль, скажем так, психолога, в кавычки беру, она как бы лежит на женщине, то есть, она должна там, должна тоже, беру в кавычки, должна понимать, что хочет ребенок, даже когда он еще не говорит, понимать, например, внутренние, там, какие-то пертурбации у мужчины, которых он сам даже не понимает, то есть, эта роль, как бы, она возложена на женщину, так или иначе, женщины вроде бы как этим занимаются, но при этом они же, которые вроде как должны быть психологичны, они действительно, многие честно не понимают, они считают, что отец, это какая-то, как лишняя деталь, вот там, типа, собрали что-то там, ну, лишняя деталь, можно выкинуть, типа, есть хорошо, нет, тоже поедет, в общем, нормально, а получается, чтобы какую-то реформу в современном обществе провести, мы же не можем провести ее вопреки мнению половины населения, правда, с мужчинами, конечно, так делают, тем не менее, то есть, женщины каким-то чудесным образом, который я даже представить себе не могу, должны сами, я даже как это сформулировать, не знаю, они должны пойти на какое-то коллективное самоограничение, то есть, фактически выступить за ограничение самих себя в правах и за сдвиг баланса вот этой семейной сферы из того места, где он сейчас находится, больше в середину, между родителями, между полами я имею в виду, однако, каждый раз, когда я только вот где-нибудь упоминаю, там, на форуме или в беседе, там, в каком-то обсуждении, как только звучит словосочетание shared custody, да, совместная опека, то, чем занимаются там в Канаде, двигают очень давно, и там, якобы, она де-факто у них уже даже есть, даже вот некоторые наши переехавшие бывшие соотечественники в Америке рассказывают, что это в некоторых штатах почти уже вот по умолчанию, то есть, вы получаете 50 на 50, какие-то алименты там все равно остаются, но проживание 50 на 50, ну, или близко к этому. Каждый раз, когда я это озвучиваю, я, ну, как правило, получаю шквал в лучшем случае непонимания, в худшем случае таких, ну, откровенно враждебных, как будто я, как будто я какой-то Гитлер, да, я там собираюсь, вот не знаю, кого-то загнать в концлагеря, и мне пишут там, что, ну, во-первых, естественно, все личностные оценки, кто вы такой, почему вы это делаете, начиная от моей ориентации, заканчивая там моим желанием поглотить, там, не знаю, съесть солнце, там, как крокодил, и, наконец, заканчивая просто непониманием, то есть, зачем это нужно делать, то есть, честно, не понимают. Как это может быть, что, ну, фактически целая страна, которая не понимает, зачем нужны отцы, вдруг каким-то образом должна как-то сообразить и вдруг начать говорить, ммм, а мы, оказывается, все это время что-то упускали, мы тут все были в чем-то неправы. Мне, честно, вот в голове даже трудно представить механизм, который должен к этому привести. Ну, Сергей, на самом деле механизм, который должен к этому привести, на мой взгляд, очень простой. Это простое осознание того, что, ну, счастья-то, девоньки, не хватает нам. На самом деле, я знаю немало количества женщин, которые проявляют вот эту разумную мудрость и, к сожалению, к сожалению, на самом деле не в процентном отношении к общему количеству не большинство уже, но, тем не менее, они еще, слава Богу, есть. Те, которые понимают, что счастье как раз не в погоне за вот этими бесконечными новыми образами, которые рисуют для женщин зачастую телевидение, средства массовой информации, интернет, людей, а, ну, где-то и вот, как бы это вот не звучало в какой-то степени в кавычках отстало, да, в придерживании того, вот как это было всю историю человечества, что счастье женщины, самое главное счастье, это в рождении и воспитании детей, это в заботе о доме, это в помощи и поддержке и творческой помощи, творческом развитии и организации защиты дома, страны для своего супруга, для мужа, для отца, детей. Те, кто выстраивает такие отношения, все-таки они чаще обнаруживают, что они, по крайней мере, не так часто стонут, что жизнь не удалась, что жизнь несчастливая, что дети вышли и создали, вышли там замуж или там женились и создали какие-то неблагополучные семьи, а те, кто поддается вот этим всем современным веяниям и вот начинают экспериментировать и вот строить из себя каких-то там прогрессивных личностей, в конце концов сталкиваются с ситуацией, что вот как это, лицом об асфальт и обнаруживают, что асфальт все-таки это, ну, не место для экспериментов с лицом, по крайней мере, и говорят, ну, как же так, вот что, что было, ну, кто анализирует, в принципе, даже в интернете есть где-то и на женских форумах такое можно встретить, что, ну, советы, ну, девочки, давайте вот все-таки дадим мужчинами, мужчинам быть мужчинами, да, дадим себе быть женщинами, матерями, и вот кто, кто позволяет себе все-таки одуматься и идти этим путем, но они на самом деле счастливы, я сегодня имею довольно-таки обширную психологическую практику, именно по, в основном, по семейным вопросам, и у меня немало побывало, скажем так, уже на персональных консультациях женского пола, и, ну, на самом деле многие приходят к этому осознанию через вот столкновение с ситуацией, что, а чего я такая несчастная, что же не так, что вот я живу, и почему у меня все неправильно, ну, и в конце концов все восстанавливается, когда, извините меня, с головы на ноги встаем и начинаем ходить на ногах, потому что, собственно, ноги для этого и существуют, а голова, она, в общем-то, не для того, чтобы передвигаться на ней, ну, и все, как говорится, зачем открывать Америку, когда она давно открыта, поэтому, я все-таки думаю, что особенно, если будет вот эта та самая политическая воля, особенно, когда в тех же средствах массовой информации вот эта полезная информация о том, о роли отца, о роли матери, о роли, о правильных взаимоотношениях супругов будет доступна, массово доступна, я думаю, что вполне можно, можно вот эту потихонечку, вот эту инерцию, которая, безусловно, в обществе существует, вот эта вагонетка, которая разогналась уже несколько десятилетий назад по бесконечному наделению правами одного пола и бесконечного ущемления другого пола, вот она потихонечку-потихонечку остановится и придет все-таки какое-то гармоничное состояние общества. что касается совместной опеки, на мой взгляд, это вопрос очевиден, он дискуссионен только до тех пор, пока люди еще недостаточно просто изучили саму проблематику, когда еще недостаточно овладели цифрами, просто, например, я с удивлением узнаю, что оказывается у нас огромное количество сограждан наших не знают элементарную статистику по разводам. То есть то, что на сегодня у нас среднестатистический процент разводов, это уже превышает 80, и что мы во многом еще этот процент имеем не больше, только за счет южных республик, где все-таки сохраняется более традиционное общество и процент значительно ниже разводов. Что означает на практике? Во-первых, мы знаем, что огромное количество фактически брачных отношений и фактически существующих семей еще существует и без юридической регистрации, то есть они, соответственно, и не попадают в эти статистические учеты, анализы и так далее. Та же ситуация со Стариковым Евгением, которого задержали в июне за то, что он ребенка взял на руки. Он же фактически у него не было брачных отношений с матерью ребенка. Вот все эти семьи, все их проблемы, они получаются даже за пределами этой статистики. А если учитывать эти семьи, эти супружеские пары, этих детей, то там еще гораздо будет и больше процента, и страшнее. Так в итоге то что мы имеем с такой статистикой? Получается, что у нас каждый брак, фактически уже каждый, распадается. Весь вопрос только на каком этапе существования брака он прекратится путем развода супругов. Но извините, если мы докатились до такой ситуации, если мы на сегодня являемся страной с наивысшими темпами увеличения количества разводов в мире, если мы занимаем на сегодня лидирующие входим в число лидеров в целом по количеству разводов в абсолютных цифрах в целом среди стран мира. Но значит настало время сесть всерьез подумать, что это такое, какие проблемы порождает эта ситуация. В первую очередь мы видим статистику, что из-за этого количества разводов у нас порядка от 300 до 600 тысяч детей ежегодно добавляется в категорию детей, у которых родители развелись. Ежегодно. Я еще раз говорю, мы фактически имеем ситуацию, когда нарастает поколение уже людей, выросших в разведенных семьях. А принимая во внимание нашу абсолютно кособоковую практику, что после развода ребенок остается всегда практически с матерью, то есть мы имеем поколение людей в результате разводов, которые растятся матерью, которые не видят отца, как я говорил, не понимают вообще смысла отцовства, не впитывают вот этих полуролевых моделей, они соответственно не видят, как должны взаимодействовать папа с мамой, они сами создают когда семьи, они соответственно ничего этого не знают, ладно бы там книги какие-то читали, или там фильмы какие-то серьезные смотрели, никто ведь и этого не делает, а если и смотрит что-то, так извините, мне целью только развлечься и абсолютно не вдумываясь и не впитывая вот полезную эту информацию, соответственно когда они в дальнейшем создают сами свои семьи и сталкиваясь с элементарными какими-то бытовыми вещами или там с первыми там столкновениями какими-то межличностными какими-то конфликтами в большей степени в меньшей там я уж не говорю про что-то там серьезное такое сотрясающее там совсем трагическое включая там измены и так далее которые тоже кстати массовые не получили но и даже более мелкие вещи и бытовые и такие казалось бы мелочи так извините эти мелочи в итоге как показывает та же практика психологов и юристов семейных они приводят в итоге к разводам то есть эти молодые люди которые вступают создают семьи и вступают в брак выращенные матерями они не знают что дальше это делать когда происходят какие-то столкновения когда появляются первые трудности когда там на нервах кто-то кому-то что-то сказал там вспылил еще что-то все тут значит вместо нормальных каких-то практик по поиску компромиссов по разговору по умиротворению по прощению ничего этого нет сразу война сразу значит дурак сам дурак значит ты абьюзер нет это ты абьюзер ты вампир это ты вампир энергетический вот бесконечные упреки и распад попытка второго брака третьего брака и с тем же результатом а потому что причина там на самом деле не в ком-то со стороны а внутри у человека нет алгоритма в действии он не знает что делать в семье он не знает как разговаривать с супругом он не знает вообще как жить развиваться и даже не знает для чего потому что у него этого в его жизни в жизни его родителя а зачастую еще и бабушек и дедушек этого уже не было все мы подходим к цивилизационному тупику и естественно если в этой ситуации мы не в срочном порядке не введем совместную опеку то я вижу в этом это как спасательный круг вот первое что нужно делать утопающему накинуть ему круг чтобы он прям вот сейчас не утонул а дальше уже все остальные мероприятия проводить там доставать из воды и вообще думать как в будущем плыть так чтобы люди не падали за борт вот но первое что нужно делать это кидать спасательный круг вот я считаю что такой мерой в масштабах государства первой законодательной мерой по профилактике во многом и разводов и профилактики вот этих отчуждений родителя и развития симптомов негативных у детей вызванных отчуждением родителя является именно совместная опека то есть приоритетный вариант развития событий в случае если один из супругов подает на развод это совместная опека то есть решил разводиться с супругой или там ты решила разводиться с супругом первое что ты должен понимать что своих детей теперь ты будешь видеть в два раза меньше потому что по закону теперь вы будете их делить разъедетесь если 50% времени будет у тебя ребенок 50% у нее или у него все это первое второе в результате такого разделения естественно никто никому алиментов никаких не платит то есть каждый обязан содержать и себя и своего ребенка я думаю что огромное количество инициаторов развода а их кстати на сегодня тоже за 90% это женщины остановит само по себе вот это существование вот этой нормы то есть как это со мной дети не останутся со мной первое и меня не будут и меня не будут потом еще 18 лет или там 15 лет содержать это что мне само еще работать надо будет и вот вот эти два отрезвляющих фактора я думаю очень многие горячие головы остановят прежде чем идти и разваливать семью и лишать своего ребенка родителей и более того если возвращаться к законодательству о профилактике семейно-бытового насилия все вокруг одного и того же все темы тут у нас пересекаются там где вводится законодательство о совместной опеке как приоритет развития событий после развода значит сразу же снижается количество зарегистрированных заявлений о так называемых фактах домашнего насилия что всеми исследователями однозначно оценивается как то что значительная часть заявлений о так называемом семейно-бытовом насилии является клеветой оговором является средством борьбы за ребенка в судебных войнах именно когда отсутствует норма о совместной опеке когда сразу после развода первое что нужно сделать начать войну с бывшим для того чтобы ребенок остался с тобой то есть это компания по очернению своей бывшей половинки без этого как говорится ребенка ты не выиграешь соответственно нужно вступать в эту войну все как только вот в тех штатах даже где там в штатах ведь не сразу на всю страну да там отдельно по штатам это идет как только вводится в штате конкретном закон о совместной опеке одновременно тут же резко снижается количество зарегистрированных сообщений о семейно-бытовом насилии но слушайте вот я как человек много лет проведший правоохранительной системе и анализировавший всю эту статистику я прекрасно знаю о чем будет речь то есть все это понятно откуда ноги растут звучит скажем так разумно я как полностью поддерживающий то что называется совместной опекой причем я скорее за то чтобы это даже может быть в какой-то степени было принудительно то есть чтобы это было конечно не выбор как бы какого-то одного из родителей а практически приоритетная форма если нет каких-то исключительнейших обстоятельств ну вот разные бывают обстоятельства все-таки жизнь есть жизнь в одну эту мерку всех не померяешь все равно будут какие-то исключения то действует совместная опека исключения если какие-то да тогда нужно смотреть как отойти и в какой степени отойти от совместной опеки опять же в интересах ребенка при этом учитываем что оба родителя максимально при этом должны быть в орбите его жизни не просто общаться мне вообще вот этот термин общения это это просто это еще одно из искажений нашей правоприменительной практики ведь родитель который проживает отдельно он на самом деле должен не просто общаться в соответствии с нормой семейного кодекса там родитель который проживает отдельно он имеет право на общение он имеет право на воспитание ребенка и на участие в получении им образования вот у него три элемента к сожалению и разговорно вот у все практически ну нигде не встретишь эти три элемента и в судебных актах массово значит мы имеем порядок общения и какие-нибудь там два три четыре часа в неделю дескать общайтесь как общайтесь где общайтесь как там насколько реально там по пробкам допустим в вечернее время отсюда добраться до собственного до места проживания его ребенка и куда-то вообще с ним за эти два часа успеть доехать там я не знаю там хотя бы в кино сходить или просто элементарно узнать что-то и это же совершенно понятно что это нереально вот а при этом как в эти же какие-нибудь два часа уместить еще и воспитание а воспитание это вообще сложнейший процесс это вообще целый комплекс мероприятий предполагающий в конце концов передачу родителям всего опыта своего рода своему родителю своему ребенку то есть это это связь поколений это вообще вот опять выходим на вопрос национальной безопасности это история это это преемственность поколений как это все можно сделать да никак ну никак не существует вообще никакого варианта если вы пишете там два часа три часа в неделю общаться отцу с ребенком то это все исключается не будет никакого воспитания отец в этом случае не воспитывает своего ребенка то есть на протяжении на 10-15-18 а то и больше лет он в итоге выпадает из жизни собственного ребенка ребенок не получает знаний о своем роде он не получает знаний о мужском образе мышления он зачастую просто даже тембра мужского голоса не слышит он не слышит он не имеет примеров мужской логики мужского сарказма какого-то мужских действий я не знаю ну всего комплекса того что дал бы ему отец если бы он находился рядом он ничего этого не имеет ну и соответственно мальчики вырастают женоподобными а девочки вырастают вообще непонятно какими потому что они настоящими женами в итоге не становятся не могут стать потому что у них мамы растили без мужей и естественно и мужчинами они в полной мере и не станут вот и становятся вот этим каким-то странным существом под названием феминистки какие-нибудь или прочее гендеры один из пятидесяти только такой вариант и естественно если не получается совместной пеки значит нужно рассматривать вопросы в какой степени отойти от этой совместной пеки в какой степени снизить допустим 50 процентов на что на какие варианты очень трепетно очень внимательно и прям скрипя сердцем нельзя не хочется вредно это будет ребенку но придется в какой-то степени чуть-чуть снизить а не так как у нас а все с тобой живет а ты можешь иногда попробовать прорваться повидаться и в итоге что имеем отцов которые месяцами годами не видят десятилетиями не видят своих детей которые вынуждены какими-то окольными путями сугробами пробираться для того чтобы издалека посмотреть на ребенка в детском саду или в школе или караулить днями и ночами там у дома у подъезда чтобы увидеть это же просто бред какой-то эти все войны супружеские родительские они же фактически выщелкивают миллионы людей из нормальной жизни это вот вместо того чтобы то есть кто такие отцы которые вот сейчас борются допустим массово за своих детей в судах в этих экспертизах и так далее это же фактически костяк основной костяк нации это стержень это позвоночник нации это мужчины среднего возраста которые фактически вот должны реализовываться которые должны передавать опыт будущим поколениям для того чтобы страна развивалась должны должны реализовывать свой какой-то творческий потенциал научный а вместо этого они проводят по нескольку лет в судах в прокуратурах в опеках в ток-шоу различных рассказывая про то что что вообще происходит как я попал в ситуацию что я не вижу собственных детей Разочаровываются в жизни Разочаровываются в семье В браке Они в конце концов Они разочаровываются в государственной власти В государственном устройстве Они в итоге начинают Говорить, что Это государство отобрало У них детей То есть сделало самое страшное Что оно могло сделать с ними То есть они готовы были и страдать За государство и жизнь отдать За страну Но в конце концов, чем оплатила им Родина? Она отобрала у них детей, как у рабов каких-то, как вот в Древнем Риме, у рабов. Отобрала детей. Ну, конечно, и вместо стержня и опоры нации мы получаем на ровном месте многомиллионное недовольство. Это сначала тихий ропот, а потом уже все больше и больше громкое возмущение. Начинают потихонечку отцы мужчины выдвигаться на какие-то митинги, создавать движения, организации и в итоге ставить в конце концов вопросы уже и политического характера. То есть фактически из нормальной, средней, надежной сердцевины нации перерастает в какое-то маргинальное, отчасти экстремистски настроенное социальную прословку. Ну, это просто ужас. Вместо того, чтобы работать, как говорится, где у нас государственное мышление правящих лиц, вместо того, чтобы работать над увеличением валового национального продукта, растить новое поколение и как-то творчески приумножать богатство нашей Родины, они в итоге лучшие годы свои теряют в этих семейных войнах, разочаровываются потом в браке, передают это разочарование будущим поколениям и все. И просто кто-то заканчивает самоубийством, кто-то просто в уныние, в депрессию впадает, не видит смысла ни в чем. Кто-то в крайней степени ненависти, я говорю, от женщин до отдельных представителей правоохранительных органов или в целом государственной власти. То есть мы сами берем и разрушаем все на ровном месте, не обращая внимания на эту проблематику. Не случайно, кстати, у многих исследователей, если возвращаться опять же к синдрому отчуждения родителя, есть такая мысль, что последняя стадия синдрома отчуждения родителя и отчуждения родителя в целом – это суицид. Во-первых, суицид родителя, отчуждаемого целевого, а во-вторых, суицид ребенка, у которого таким самым варварским и коварным способом вырвали любимого родителя из жизни. Суицид. Во-первых, и так в подростковом возрасте это самый опасный период в жизни ребенка, когда наиболее распространены суициды детские. А ведь именно на этот период и попадает основная масса отчуждений. А во-вторых, это именно родители, которые отчаялись. Я в рамках деятельности Национальной ассоциации нашей исследователей синдрома неоднократно разговаривал с родителями, с такими, которые просто зачастую мне дозванивались уже в последней стадии отчаяния. Я просто понимал, что если вот сейчас мы не поговорим и не брошу все дела и не приложу все усилия, чтобы человеку успокоить, то никогда с этим человеком уже поговорить не придется. Вот, к сожалению, до такого доводятся у нас родители на сегодня государственные вот этой машины, которые в большинстве своих винтиков чиновников не знают вообще о таком явлении, как отчуждение родителя. Не понимает, как его диагностировать, не знает, что с ним делать. И просто крутит пальцем у виска, когда вот этот родитель, столкнувшийся с этим явлением, ходит и пытается защитить своего ребенка, пытается защитить себя. Вернуть свою нормальную жизнь, вернуть нормальную жизнь своему ребенку, которому, конечно же, нужны оба родителя на всех этапах возрастных. В Израиле родители, отчужденные, объединяются, они, кстати, объединяются практически во всех странах в той или иной степени. Вот, я считаю, наша ассоциация, она тоже своеобразная форма объединения родителей, столкнувшихся с отчуждением. Ну вот, в Израиле столкнулся я с таким термином, они называют себя клуб потенциальных самоубийц. Это на самом деле так, то есть это вот такое серьезное явление. Психологи, те, кто работал с отчужденными родителями, понимают, о чем я сейчас говорю. И, к сожалению, это не какое-то редкое явление, которое, конечно, заслуживает изучения и какого-то внимания. Это явление, мы говорим о явлении, с которым сталкиваются миллионы наших сограждан. Естественно, нужно заниматься самым серьезнейшим образом этой проблемой. Да, спасибо. Станислав, мы как раз, я думаю, сейчас хорошо подошли к месту, где можно поставить точку с запятой. Давайте назовем это там часть первая. Введение в проблематику, что ли. А в обозримом будущем предлагаю сделать продолжение примерно подобного формата и, собственно, поговорить уже более про само явление. То есть, как оно выглядит, когда начинать волноваться. Всегда ли это только при разводе, или бывает и до развода, или вместо развода. Какие-то такие вот варианты. Как скажете? Да, конечно. Пойдет. Спасибо огромное за беседу. Я думаю, что это будет многим очень интересно. Вот я добавлю в свой плейлист соответствующий. Соответственно, тоже кто хочет распространять, пожалуйста, распространяйте. По возможности, все книжки, которые обминались, я записал. Кроме вот «Счастливые дети и разведенные родители». Но я поищу, кто это был. И, да, Эми Бейкер. Ну, в общем, в описание добавлю. Все полезное, что у нас было. И список ссылок, в том числе на ассоциацию. Между прочим, если есть какие-то телефоны, Станислав, куда могут, например, обращаться родители в такой политической ситуации? Ваши ассоциации, имею в виду, там, ну или просто куда вы их направляете обычно, то тоже рад буду поделиться. Ну, в качестве комментариев к ролику, да, как вы там укажете. Я по вот этой книге по австралийцам, да, могу сказать, что авторы – это Трейси Дафф и Даниэла Ригон совместно с Бев Айсбет. А перевод основной выполнен Сергеем Мироновым, одним из членов нашей ассоциации. Ну, отлично. Добавлю тоже. Ну что, спасибо огромное. Я думаю, что отличная получилась беседа. И очень надеюсь, что мы ее продолжим. Удачи в вашей деятельности. А всем, кто в этой ситуации находится, в общем, сил вам. И желаю вам, чтобы вы находили людей, подобных Станиславу, или там ассоциации, которые этой теме посвящены. И сами вступайте тоже. Еще раз говорю, что ссылка на сообщество ВКонтакте будет. Вот, соответственно, там есть большой, достаточно массив материалов. То есть, хоть мы и отстаем в этой сфере западной темы, но, в общем, есть некий, опять же, корпус материалов переведенных, там, видео и текстов. Есть за что держаться. Так что не отчаивайтесь. С этим можно что-то делать. Да. Ладно, спасибо за внимание. До новых встреч. Спасибо. До новых встреч. Всего доброго. Счастливо.